КОНЕЦ 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 Кто не ищет и счастья высоте невестной, Оно перед тобой блестит красой шуте сной. Не дыхает любовь, ищи под рядом счастье, Оно живет везде, и сердце бьется сразу. Да-да, не дыхает любовь, ищи под рядом счастье, Оно живет везде, все сердце бьется страстью. Эй, завдох, вновленный бы, счастьем душою, И напиток счастлив, говорил весою, солнце на всех идет. ПЕСНЯ 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 Анатолий Сергеевич, вы золото. Неужели нашли комнату? Адресочек в кармане нет. Хозяйка, говорят, примила и старушка. Так называемая баба Гаша. Только телефона нет. Может, сначала посмотрите? Да что там смотреть? Зоя Владимировна, на выход, на выход. Странный вы человек, Анатолий Сергеевич. Мы эвакуированы, живем в школе. По 16 человек в классе. А вы, говорит, смотрите. Да только бы эта самая баба Гаша согласилась. А я из этого тавора хоть в сарай перееду. Да я, говорит, из этого тавора хоть в сарай перееду. Скажите, пожалуйста, до чего намучилась женщина? Подумать только, 16 человек в одной комнате. Чисто цыгане. Хоть в сарай, говорит, перееду. А зачем же в сарай, когда можно в такой комнате пожить? А что, Гаша Лукинишна, если этот коврик, то на эту стенку перевесить. Он, Борисовна, тут 30 лет висел, так пусть уж тут и висит. А то начнешь перевешивать, всю красоту нарушишь. А какова из себя-то эта новая жрица? Тебе никто не сказывал? Ох, говорят, и интересная. Кругом хороша. А замужняя? Одинокая. Что ж, Агафья Лукинишна, глядишь, приживется она у тебя, а там, как немца побьют, да Петр Николаев с фронта вернется, дело-то молодое, глядишь, она в него и влюбится. Да за него, Борисовна, всякое пойдет. Вернулся бы только живой. А знаешь что, Борисовна, давай мы ей сюда мой гардероб переставим. Давай. Женщина, она эвакуированная, своей мебели не имеет, но и пускай пользуется. Коль здесь хозяйка? Я хозяйка. Стрельника у вас в какой комнате будет помещаться? В этой. Благодарю вас. Сгружай, ребята! А, как приехали. Добрый день. Разрешите познакомиться. Абалянской. Очень приятно. Абалянская. Давайте сюда рояль. Какая у вас замечательная комната. Очаровать. А гардеробчик придется отсюда убрать. Будьте добры. Не вовсе не дурак. Он у меня даже по-французски разговаривает. А он на учете состоит? На каком учете? На военном. Вот возьми у собак. Самые умные все на учете состоят. Даже и паек получают. Так кто ведь собаки, а не птиц? А голуби. Почтовые все в армию взяли. А папу не берут, а не дупы. А почему тебя не берут? А я маленький. А он старенький. А сколько ему лет? А вот мы сейчас его спросим. Пошли. Кузьма Терентьевич, скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Да вы не скрывайте, Кузьма Терентьевич, тут все свои. Ну, Кузьма Терентьевич, скажите же, сколько вам лет? Шестьдесят пять. Тетя, давайте поменять. Я тебе за одного попугая трех голубей дам. Двух ленточных и одного египетского. А что же я с ними делать буду? Как что? Гонять будешь? Не умею. Ты что ж тут не умеешь? Я тебе научу. Вот, смотри. Как, как? Ты их язык упирай. Шипчетуй. Дуй, шипчет. Дорогуша моя, что ж вы там делаете? Учу сгонять голубей. Зоя Владимировна, а инструментик мы вам раздобыли. Шутите? Четное слово, вот он стоит, смотри. Анатолий Сергеевич, вы гений, дайте я вас поцелую. Придется отложить обучение. Держите. Анатолий Сергеевич, это же просто рай. Только пикус придется убрать. Они весь свет загораживают. Коврик тоже. Клапы разведутся. Место для занятий есть. И кошка. Кошка, 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 кошка. Вот так оно, Борисовна, всегда и получается. Хочешь людям получше сделать, а выходит зря. Получайте, хозяевка ваших викусы. Тридцать лет стояли, никому не мешали. Это все тот в шляпе распоряжается. А вот сама переедет, небось, назад попросит, а ты не давай. Получите хозяюшка вашего котика. Он Зое Владимировне абсолютно не надо. А вы, гражданин, хорошей на Зое Владимировне не сваливайте. Вот она сама переедет, сама и скажет. Да что вы, хозяюшка, она уже здесь. Здесь. А интересно знать, как она сюда прошла. Может быть, в окошко влезла? Совершенно верно. Именно в окошко. Ох, шляпа, шляпа. Что-то он нас путает. Вот я к вам и приехала. Вы знаете, Агафья Тихоновна, почему-то я вас такой себе и представляла. А я совсем даже и не Агафья Тихоновна. Ой, как у меня нехорошо вышло. Значит, это вы, Агафья Тихоновна. Я. Только не Тихоновна, а Лукинишна. Все перепутала. Вы знаете, Агафья... Опять забыла. У меня просто какая-то болезнь на отчество. Позвольте, я вас буду звать просто бабы Гаши. А вы меня звали. Нет уж, Зоя Владимировна. Зовите меня лучше Агафья Лукинишна. Потому что я, если хотите знать, батальонному командиру, а проще сказать майору, который вот здесь две шпалы носит, родная мать. Меня простите, пожалуйста. Я вовсе не хотела вас обидеть. То есть, я хочу сказать, я никак не думала, что, во всяком случае, я буду вас называть так, как вы это считаете нужным, Агафья Лукинишна. Ох и характер же у тебя, Агафья Лукинишна. Перец. Ну, за что ж ты ее так окорфузила-то? А что я ей такое сказала? Ничего особенного. А только прямо скажу, не нравится мне, когда в окна лазят. А-а-а-а! Господи, что же это такое? Что у вас тут случилось? Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Это мой попочка резвится. А? Ах, вот оно что. 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 А-а-а! А-а-а! Вы уж меня извините за беспокойство, но только я интересуюсь знать, что же то он у вас все время так орать будет. Ах, вот оно что. Ах, вот оно что. ПЕСНЯ 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 В чем дело, Борис Яковлевич, что у вас руки отсохли, что ли? Давайте сначала. Прошу не смеяться, пусть будут. Простите, товарищи, можно сначала. Прошу не смеяться, пусть будут казаться смешными подобные злова. Но страсть беспределом до века владела, и словно в тумане голова. Не слишком ли смело вы взялись за дело, едва ли уместно так смешить? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее, что-нибудь... Детспол! За Владимира меня хотели видеть? Вот что, Зиновик Александрович, я ухожу из театра. Что? Я ухожу из театра. Как так уходите? Я не понимаю. Ухожу. Совсем ухожу. Бросаю сцену. Так, так, так. Вот это новость. И чем же вы думаете заняться, Зоя Владимировна? Я еще не знаю, чем. Но, во всяком случае, чем-то более нужным для войны, чем оперет. Ах, так вот оно что. О, вы говорите так, как будто война только что началась. Интересно узнать, какая такая муха вдруг укусила вас. У этой мухи есть совершенно определенное название. Она называется совестью. Покажите, пожалуйста. А у других, значит, совести нет. Очень может быть. И у меня, значит, нет? Может быть, и у вас. Спасибо, Зоя Владимировна. Мне за что Зино и Лисантович. Неужели вы сами не понимаете, что это унизителю? Сейчас во время войны выбегать каждый день на сцену, пить какие-то идиотские арии, влюбляться в какого-то графа Данилу или выходить замуж за цыганского барона? Зино Иль Александрович, милый, подумайте, это же какой-то бред. У этого бреда есть совершенно определенные названия. Он называется искусством, Зоя Владимировна. Искусство. Мы слишком часто прячем за этим высоким словом наши самые низменные чувства. Впрочем, зачем спорить? Я решил, значит, ухожу. Заявляю вам об этом совершенно официально, как директору театра. Никуда вы, Зоя Владимировна, не уйдете. Заявляю вам об этом совершенно официально, как директор театра. И позвольте вас заверить, что то, что вы считаете каким-то особенным патриотизмом, на самом деле, самый обыкновенный бабе истерика. Спасибо, Зиноя Александрович. Нет за что, Зоя Владимировна. Вот так вот, товарищ директор. Истерика или не истерика, я все-таки ухожу. А я вас не отпускаю. Это даже очень странно, Зиноя Александрович. Сколько лет мы работаем с вами вместе, до сих пор вы не знаете моего характера. Уж если я что-нибудь решила, так будьте уверены, добьюсь даже в мелочах. Вот недавно я решила научиться гонять голубей, пожалуйста. Потому что я сейчас очень волнуюсь. Ну, погодите, я научусь вести так, что меня будут завидовать все мальчишки. Ах, так вот, что вас заставляет бросить сцену. Вы собираетесь голубей гонять. Может быть, это и остроумно, но, к вашему сведению, голуби имеют огромные военные значения. Они вместе с собаками стоят на учете, получают поёк. Зоя Владимировна, приготовьтесь. Хорошо. Одну минуточку, Зоя Владимировна. А что, если мы вам построим голубятню за счёт театра? Может быть, вы тогда останетесь? Вы можете иронизировать и смеяться надо мной сколько вам будет угодно. А я твёрдо решил уйти. И нет такой силы, которая заставит меня остаться в театре. Мама. Что с безобразием, товарищи? Кто это? Прости, товарищ Зайцев. Это я графин мимо тумбочки поставил. Ах, это ты, товарищ Марков? Да, я думал, опять няня Соя. Ой. Да чего мне надоели эти проклятые жмурки прямо рассказать не могу. Чего они надо мной мудрят? Сначала сказали, что 5-го числа снимут повёстку, потом 10-го. Наконец, сегодня. И вот сегодня с утра уж у меня было такое настроение, как будто у меня в кармане лежит билет на премьеру. Вы знаете, нянюшка, что такое премьера? Премьера это первый спектакль. И вот я как дурак думал, что сегодня с меня снимут повязку. Поднимется занавес и покажут мне мою любимую пьесу. Весь мир в красках. А вместо этого завели в тёмную комнату. Повертели перед глазами какую-то дрянь. А в тельмоскоп, наверное. Наверное. Я говорю, дрянь какую-то. То есть, говорят, не волнуйтесь, товарищ Марк. Вот видите, а вы волнуйтесь. Да как же не волноваться? Очень просто. Умножайте. Что? Умножайте, говорю. В уме. Это я для себя придумала. Я ведь очень злая. Вы злая? Просто бешеная. А почему же вы никогда не злитесь? Умножаю. Только чувствую, что начинаю сердиться. Сейчас же начинаю умножать. Вот, например, 15 на 8. 120. Ой, как вы быстро считаете. Вам нужно обе цифры большие брать. Вот, например, 84 на 65. Считайте. 84 на 65 возьмите. 84 на 65 возьмите. Чем больше злиться будете, тем больше цифры берите. Вот вы посмотрите, как я завтра с главным врачом буду разговаривать. Я миллионы на миллиарды буду умножить. А я больше, когда 2000 не злилась. Ну, значит, вы по-настоящему злиться не умеете. Нет, злюсь-то я здорово, только вот считаю плохо. Слушайте, а ведь действительно хороший способ. Смотрите. Я вот немножко поумножал и начинаю верить, что 3-го числа с меня действительно снимут повязку. Конечно, снимут. Карамболина, карамболина. Простите, мяч, дорогой. Хорошо, шепотом, шепотом я шепотом. Сядьте. Вы ненюшка здешняя? Прежде. Ну, расскажите мне что-нибудь про себя. Нечем не рассказывать. Работаю санитаркой, учрежденность сестру, вот и все. А что до госпиталя делали? До? Работала. Кассирши Ванни Армаги. А, что же вы так плохо считаете? А я плохой кассирша работала. А, ну подождите, подождите. Ну, хотите, я вам что-нибудь расскажу? Что вам рассказать? Расскажите, за что вам орден дали. Ну, ну что, ну взяли и дали. Нет, серьезно. Серьезно. Вам очень приятно было? Очень. Тихо. Вы знаете, мне было так приятно, что у меня даже были неприятности. Простудился. Было уж холодно, а я все в одной гимнастерке ходил, чтобы все орден видели. Няня! 250 на 635. Тренируетесь? Нет, злю, что вы ушли. Это же это утро будет продолжаться. Все шу-шу-шу-шу, да шу-шу-шу. Все-таки, знаете, ночь, нянюшка. Простите, товарищ Иванов, больше это не повторится. Подождите. Куда же? Вам что-нибудь нужно? Конечно, нужно. Поговорите со мной о чем-нибудь, а? Разговорился я, братцы мои, как-то с доктором. Военврач 2-го ранга, симпатичный такой. Скажите, говорю, доктор, что может ко мне что-нибудь от донора по крови перейти? Это, мол, я к тому спрашиваю, что есть такое выражение. Это у него в крови. Ну да, есть, конечно. Так вот, представьте себе донор мой, барышня. Такая маленькая, блондинчик, с такими с этими кудельками. И хохотушка при этом. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, с утра до вечера. Это значит, что у нее уже в крови. И представьте себе, вдруг эта кровь попадает ко мне. И я, понимаете, ни к силу ни к городу, ха-ха-ха, да хи-хи-хи. А мне, братцы, прямо скажу ни к чему, потому что я гвардии сержант, а то еще не такой случай может быть. Представьте себе, попадает кровь от какой-нибудь ривневой дуры. Ну, бывают такие, дей бог. У меня вот, доктор, бывают, верно? Бывают. Это же жарко. Ну, да, 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 да. Вот, бывают, бывают. И представьте себе, вот мы с ним, как отелло, носимся по фронту с автоматом, верно? Вот я и говорю, доктор, что вы мне на это скажете? А доктор, конечно, улыбнулся и говорит, ха, какую-то, говорит, вы чушь несусветную несете. Ну, это я, конечно, поблагодарил доктора за такой комплимент, но остался при своем особом мнении, потому что, думаю, кровь-то может мне не понадобиться. А здесь, братцы мои, случился такой случай, ранило меня. Лежу, это я в лазарете, открываю глаза, гляжу надо мной, военврач второго ранга. Говорит, глядите, как кровь действует. Щеки ее прозавели, и в глазах, говорит, какой-то блеск появился. У-у-у, думаю, значит, они мне вкатили. Потому что до сих пор ничего у меня не блестело. А тут, глядите, блестит. Да, не иначе, думаю, как это от донора. Братцы мои, а думаю, донор-то может быть у меня артистка. Ты еще, глядишь, заслуженная, а? И появятся теперь у меня замашки заслуженные. У любви, как у пташки, крылья и тому подобное. Но приятно, думаю. А доктор говорит, глядите, улыбается. Но поздравляю вас, молодец, выскочили. Может быть, желаете узнать, чья это кровь? Я говорю, доктор, желаю. Вынимает он записочку и читает. Город Пенза, Клеопатра Ивановна, Босеврюк. Братцы мои, как услыхал я это, Босеврюк, но худо мне стало. Доктор, говорю, выкачивайте из меня кровь, говорю, к чертовой матери. Умираю, говорю, доктор. Он говорит, нельзя выкачать. Тогда, говорю, дай тебе какое-нибудь противоядие или еще чего-нибудь такое. Потому что донор это не женщина. Это гремучая из меня. Хуже, говорю, это дракон. Потому что это, это женщина моя родная тетя Клёпа Избелла. Доктор, говорю, у ней у одной злости на 10 тысяч человек хватит. Доктор говорит, не знаю, сколько у нее злости, но должен вам сказать, что кровь у нее замечательная. И я бы на вашем месте послал ей письмо и даже в ножки поклонился. Ну, конечно, в ножки я кланяться не стал, а письмишко все-таки написал. И между нами скажу, братцы мои, там доктор, чтобы не говорил чушь насчет моей теории, а я вам скажу, что моя теория, так точно. Потому как дорвался я до фронта, ох и злоба была у меня до сих пор на немцев. Но тут, братцы мои, понимаете, до того развернулся. Упью немцев направо и налево. Чем больше пью, тем больше злоба вылезаю. И поверьте моей совести, это не иначе, как злая кровь тетке Клёпа играет. Но факт, братцы, факт. Приезжайте почаще. Большое спасибо, товарищи. Большое спасибо. До свидания. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Товарищи, внимание, концерт продолжается. Сейчас выступит известный на весь мир индийский факир Вася Иванов. Покир Вася Иванов имеет известные отзывы от английской, парижской, шмеринской и других медицинских академий, а также лично от нашего врача Семен Семеновича Добровольцев. Внимание, товарищи! Сейчас факир Вася Иванов на глазах почтеннейшей публики проглотит шпагу. У кого есть шпага, товарищи? Скорее. Товарищи, как, ни у кого нет шпаги? Ни у кого? Глотание отменяется. Приходим к следующему номеру. Сейчас будет отгадание мысленно расстояние в лихорадочном состоянии. Вася, давай лихорадок. Факир Вася Иванов. Отвечать боролся, что человек делает в публике, который я взял за руку? Ну, не теряйте мысль. Думайте. 7-8. Авдрухман, бурдулы, канделябр. Факир Вася Иванов говорит, что человек, который я взял за руку, сидит на койке и глупо ухмыляется. Вот, прошу убедиться. Ну, вот что, это просто. Ну, что ты из меня посмешище делаешь? В конце концов... Товарищ Бондаренко, ну, что вы обижаетесь? Это же шутка, никто это всерьез не принимает. Факир Вася Иванов, отвечайте быстро. О чем думает эта дама, которая смотрит мне в глаза? Факир Вася Иванов говорит, что дама, которая смотрит мне в глаза, думает об одном человеке? Факир Вася Иванов, а о каком именно человеке думает эта дама? Чугурлы. Факир Вася Иванов говорит, что этот человек лежит в правом углу палаты у самого окна. Факир Вася Иванов, а как фамилия человека, о котором думает эта дама, которая уже не смотрит мне в глаза? Марков. Вуаля. Глупо. Глупо, неостроумно. В конце концов... Как вам не стыдно обижаться, нянюшка, ведь это же шутка. Никто же этому всерьез не поверит. Вот это здорово. Что же обо мне всерьез и подумать нельзя? Спасибо, няня Зоя. Ну, зря, зря, зря в нянечку обижается. Ну, Факир, темный человек. Ну, что с него взять? Чугурлы-помурлы как. Ну, а теперь это обижается. Приходим к следующему номеру. Сейчас Факир Вася Иванов со своим любимым переводчиком исполнит национальный факирский танец. Маэстро, прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Одну минутку. Факир Вася Иванов, отвечайте быстро. Что хочет сказать военврач третьего ранга Семен Семенович Добровольский? Холдер-бурдар. Ага. Факир Вася Иванов говорит, что вы хотите сказать. Эх, зайцев, зайцев. Если вам разрешили встать с кровати, это не значит, что вы можете танцевать факирский танец. Сеанс окончен. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это само собой. Поправиться сказать я думал совсем о другом. Я думал вот о чем. Если вы, товарищ зайцев, больной, может быть таким веселым, каким же вы будете, когда окончательно поправиться, а? Поправлюсь, на фронт отправлюсь. Зайцев как поправиться, да немцам не понравиться, а не поздоровиться, а не поздоровиться. А? Это что же экспромт? Нет, он давно на всех написал. И на товарища Маркова тоже есть? На товарища Маркова пока нету. На товарища Маркова должен настоящий поэт сочинять. Плохо мое дело. Пушкин умер. Лебедев кумач занят. А лейтенант Тархов не может. Тогда я сочиню. Приготовились. Внимание. Готово. Товарища Маркова окончательное извлечение имеет всесоюзное оборудовое значение. А не? Знаешь, когда ты сочиняешь стихи, то как-то особенно остро начинаешь чувствовать, что Пушкин умер. Нет, почему же? По форме это может быть несколько шероховато, а по содержанию правильным. Так вот, товарищ Марков, второго числа мы снимаем повязку. Сестра, на ночь Маркова положите маленькую палату и попросите присмотреть за ним. Хорошо, да. Мне нравится мне его температуру. Эх, хорошо бы в настоящий театр пойти. Вот я перед войной в художественном театре был. А что смотрел? Три сестры чеха. Вот здорово граю. Обревелся. Да, вещь серьезная. А я больше всего оперу люблю. Пиковую даму в семь раз слушаю. Нет, а я бы сейчас с удовольствием, знаете, в оперетку пошел. Надо быть внимательней, няня Зоя, у вас бинт раскатался. Не знаю всего, я люблю оперетку. Красочно, музыка, посмеяться можно. Я уж откровенно говоря, даже однажды был влюблен в одну опереточную артисту. Без взаимности, конечно. Да нет уж, мы вам это не поверим. Нет, серьезно, без взаимности. Да какая взаимность? Я даже с ней знаком не был, просто видел ее на сцене. А как ее фамилия? Ее фамилия Секрет. Вот раз люблю окончательно, тогда скажу фамилию. Я, конечно, небольшой знаток, но, по-моему, второго такого голоса и любопытной истории. Вы знаете, голос одной из наших нянюшек срезвычайно похож на ее голос. Няня Зоя, можно вас попросить? Да. Сбегайте наверх. Позовите сюда Аню. Пусть она нам тут тихонечко споет. Некуда мне по палатам шляться вообще. 117. Хорошо сейчас позову. 4 дела, 12, resort, 8. 6, 14, 84. Четыре, девятью, восемнадцать, сто, шестьдесят, два, восемь на пятьдесят, два, восемь на пятьдесят, четыреста, дважды, восемь, шестнадцать, четыреста и шестнадцать, получается безголосая курица. Няня Зоя, вы знаете, что сказал доктор? Теперь уж обязательно второго числа с меня снимут повязку и я буду глядеть, глядеть в оба. Сегодня у нас двенадцатое число, а в этом месяце тридцать дней. Няня, няня Зоя, няня Зоя! В этом месяце тридцать дней. Тридцать один. Ну, чёрт. Ну, значит, не через двадцать дней, а через двадцать один день. Через три недели, ну, ничего, через три недели. Снимут с меня повязку и мы с вами пойдём в театр. Ваш певик слушайте. Да что нам удалось от певица? Нет, это всё ни к чему. Это, вы знаете, хорошо, когда никого позади нет, ни жены, ни детей. Легче. И жить легче, и умереть легче. Так что не нужна мне никакая певица. Очень много говорит, товарищ Марк. Вас опять температура поднимется. Ой, кажется, уже поднялась. Ну, вот, теперь мне третьего числа не снимут повязку. Всё из-за вашей певицы. Станет она на меня обращать внимание. Вы знаете, знаменитая артистка. Её почти весь союз знаю. А я кто? Обыкновенный инженер. Совершенно рядовое вещество. О, существо. Тьфу, чёрт, существо. И совсем не рядовое. Вы на фронте сражались, орден получили. Ну что ж, мало людей лучше меня сражались. Странный вы человек, товарищ Марков. Вот я на что и в огне не была, и орден не имею. Я бы на вашем месте. Ну что бы вы на моём месте? Подошла бы к ней, всё бы я ей сказала. Ну что, ну что. У меня и слов таких нет. Слова всё, знаете, такие корявые и некрасивые. А зачем ей красивые? Подумайте, товарищ Марков. В театрах всё красивые слова говорят. Надоело ей поди. Ведь ей, наверное, именно этих нескладно хочется. Некрасивых. Только вы не волнуйтесь, пожалуйста. Вам вредно. Успокойтесь. Вот когда так рука на лбу, то кажется... Это вы как вы пели сегодня? Как я вам хлопал, вы видели? Всё, я вру. Надо, чтобы вы были, надо. Чтоб злоба была. Как это я без вас, вы без меня? И не надо умирать. А уж если умрёшь, так захватить с собой побольше. А может быть, выжить. Вернуться. Пойти в театр, слышать там музыку, пень. Вы понимаете, всё прошло. Война, враги. Остались только вы. Ваш голос. Это вы, няня, Зоя? Я, товарищ Марков. Что ей кажется, в бреде? Ой, я никак в любви объяснялся. Что у меня плохо выходило, да? Нет. Ты в первый раз ничего. Ничего. Если вы вот так придёте к ней, скажете, и она, наверное, тоже. Что? Если она не пустяк. Нет, она не пустяк. Она ничего. Ну что ж, вот и хорошо. Всё хорошо. И пуль стал лучше. Сколько? 56. 56 на 8. 44. 44. Эх вы. 448. Няня Зоя. Действительно, няня. У вас, наверное, на лице морщинки такие хорошие. Угу. Подруга дней моих сурок, голубка дряхлая моя. Может, вы мне ещё бою. Баюшки, бою споёте, а? А я не пою. Не умею пить. Вот вы выздоровеете. Встретьтесь с ней, она вам споёт. А? А теперь спите, товарищ Марков. В самом деле, спать хочется. Можно выполнять? Вы выполняете. Есть. Субтитры подогнал «Симон»? Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Что же это делается? С Кузенькой попрощаться забыли. Оставляют старичка одного в выходной день. Ай-яй-яй-яй! Вы уж нас извините, Кузьма Теренович! Ничего не поделаешь! У нас сегодня премьера. Необыкновенного спектакля. Весь мир в красках. Ммм... Только боюсь я, что в этом спектакле мне придется играть самую незаметную роль. Ой, как боюсь, Кузенька! Ну вот, товарищи шефы, ваши подшефные. Товарищи раненые, позвольте передать вам горячий привет от пятого класса Б-81 школы имени Николая Григорьевича Чернышевского. Товарищи раненые, полчища фашистских варваров варварись... Варвар... Ну, этих... Говори, не говори варвары. Говори просто дикари. А то все фасонишь. Что-то дикари сюда совсем не подходят. Дикари очень даже хорошие бывают. Где же ты, хороший дикарей? В бензоне, крызы, пятница. Что, съелся? Подумаешь, нашла одного. Да когда на небе там острове, там и людей больше не было. А немцы дикари, а вот и мина варвары. Не перебивай, пожалуйста. Товарищи раненые, полчища фашистских варвар... Ой. Это вы сестра? Нет. Это я, товарищ Марков. Няня Зоя, у вас сегодня выходной. Зачем вы пришли? Я думала, сегодня второе число. Да. Второе. Но премьера не состоится. Отложено на десять дней. А почему же вы один, товарищ Марков? А? Вот получил сегодня письмо. Думал, что смогу его сам прочитать. Ничего. Ничего. Вот видишь? А ты говорил, я плохо говорил. Тут вот сверху дата стоит 17 апреля. Апреля? Да. Ой-ой-ой. Хотя понятно, ведь оно на фронт адресовано. А она мне уж сюда три письма прислала. Ну? Дорогое мое дитятко, Петр Николаевич, нет того часа, нет той минутки, чтоб не думала я о тебе, Петя, сыночек ты мой родной. А теперь про самое главное. Наш класс решил подарить вам своими силами сделанный патефон. А наша изобретательская бригада изобрела из трех старых один новый. О, Садагенко. А еще забыла тебе сказать, дорогой Петенька, что пустила в наше зало жиличку. Говорили мне, что она хорошая женщина, а оказалась плохая. Сама она эвакуированная артистка с попу. Что-что? Что там неразборчиво написано? Нет, наоборот. Все очень понятно. Эвакуированная артистка с попугаем. Целый день она в штанах ходит и в окошки лазит, как будто никакой войны нет. С попугаем въехала, и сама чисто попугай. Нет в ней ни совести, ни рассуждения, и одна только нахальная наружность ха-ха-ха и пыр-пыр. Что-что? Ха-ха-ха и пыр-пыр. Ну, ха-ха-ха, пыр-пыр. Корпус у него ногинский. Вся внутренность коломенская, кроме пружины. Пружина харьковская. Ага, землячка, значит. Я тоже харьковский. Пружина очень хорошая, только вы ее больше двенадцати раз не крутите. Почему? А то она лопнет. Вот патефон. А вот иголки. Семнадцать штук. А вот пластинок у нас нет. А чтоб вы не думали, что патефон плохой, мы принесли вам одну пластинку для пробы. Только она не интересная. Тут у меня терпения не выдержала, я им все высказала. А с нее с бесстыжей, как с гуси вода. Что же теперь получается? Вы воюете, они песни поют. Твоя мама. Да, это моя мама. Тут ж никакого сомнения нет, да? Это моя мама. Ведь она как рассуждает? Если ее Петенька на фронте, то уж тут весь мир должен на цыпочках ходить. И правильно. Плясать и распевать, когда вы воюете, действительно не время. Здравствуйте, Агафья Лукинична. Не совсем не здравствуйте. А именно так. И только люди лишены... Все. Тише, товарищи. Школа французского языка. Урок третий. Туа-зен-ресон. Что ж, по-вашему, выходит, Барсовой в артиллерию надо идти, так что ли? Так. А петь за нее вы будете? Петь будем после войны. Вот это здорово. Знаете, что я вам посоветую? Вот пойдите в любой театр и вечером перед началом объявите, что спектакль откладывается до окончания войны, потому что мы с Агафью Лукиничной считаем, что пяти плясать сейчас не своевременно. Вот посмотрим, что тогда с вами публика сделает, особенно военная. А что с вами говорить, когда вы ни черта не понимаете в искусстве? Я ничего не понимаю. Дурит, я... А что вы? Ничего. Только я хочу сказать еще очевидно, вы очень много в искусстве, понимаете? Я не... Вот я не понимаю, я не понимаю, зато я любил искусство. Вы... Ты... ... 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 Марков, Марков, жаль тебя с нами в саду не было. К нам шефы приезжают, но просто прелесть. Изобретатели патефона. А ты чего смеешься? Патефон честь по чести. А мы в ихнем возрасте только ломать умеем. Жаль только, пластиных нет. Кто сказал, что нет? Няня Зоя! Да. Вы с вами поссорились немножко? Так вот, в знак примирения, не в службу, а в дружбу. Там у меня внизу, в тумбочке справа, должна быть пластинка в конверте. Хорошо. Только вы смотрите, осторожнее, не раздавите. Эта пластинка имеет для меня особую цену. Я ее с собой по всем фронтам вожу. Ну, что же вы? Что вы копаетесь, нянюшка? Я вам говорю, справа, внизу, справа. Сейчас, сейчас найду. Только вы пыль смахните. А то, знаете, между этими самыми забивается пыль, и звук хуже, и пластинка быстрее портится. Вы подуйте, подуйте на нее. Только больше 12 раз не крутите, а то... Иголочку обязательно новенькую вставьте. Разбила? Предупреждал же, черт возьми. Не нервничайте, пожалуйста, товарищ Марков. Ничего с вашей пластинкой не сделалось. Ты некрасивый. Ты часто мрачен. Насчет финансов больно, но... Манера груб и так невзрачен, Как балаганный самолет. Твой талант. Твой талант, да и тот хромает. Таким талантом нет в житях. Почти ничем, что нас пленяет. Ты не блестишь. Ты не блестишь. А ведь я... А ведь я... А ведь я... Я могла не любя. Я всей силой души Обожаю тебя. Я не любя. 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 Я выходя... Я голодала каждый день. Я голодала каждый день. То меня роскошью приняли, Царить могла бы И власть моя, меня бы в бархат одевали, лишь захотел. А ведь я, а ведь я, а ведь я. Я всесилой души обожаю тебя, я бы, кажется, жить не могла, не любя. Я всесилой души обожаю тебя, я бы, кажется, жить не могла, не любя. А теперь с другой стороны, я бы, кажется, жить не могла, не любя. С другой стороны. Семь минут, товарищ Мерков. Ну, если няня Зоя басом петь не умеет, то попросим артистку Зою Владимировну Стрельникову петь нам то, что она захочет. Стрельникова. Товарищ Мерков, значит, 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 когда вы спорили со мной, вы уже знали, что я, это я. К сожалению, нет, Зоя Владимировна, а то бы... Что, а то бы? А то бы я спорил с вами еще более резко. И хотя я ничего не понимаю в искусстве, но патефон от живого голоса, особенно вашего голоса, я все-таки отличить могу. Так что же, товарищи, попросим? Раздевается и танцует весь ночной огонь. Всю-то море оскепительных огней. Для веселья здесь не надо ни вина никак. Ведь и мир, что не в сомку сиркни. Здесь вина нет, и уже роман. Ничего, что пустыр, ман. Здесь вампир любой поэт, и ничего, хоть денег нет. Разпочитка может быть и устроить. Ее поспать от страны тысячам людей. Карампорина, Карампореса, ты только юность и мечта. Карампорина, Карампореса, моя любовь к тобой напишет. Карампорина, Карампорина, Карампорина. КОНЕЦ 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 Зоя Владимировна, вы хотели меня видеть? Сергей Александрович, можно мне уйти из театра? Опять? На 20 минут, только на вокзал обратно. Машина уже ждет. К выходу я успею. Это один раненый из моего госпитера. Он поправился и едет обратно на фронт через наш город. Понимаете? Зеной Александрович, миленький, вы должны разрешить честное слово я успею. Я вот только так сверху пальто накину. Зеной Александрович, миленький. Ну, что с вами сделаешь? Только смотрите, если опоздаете, то... Понимаю. Все понимаю. Только береги себя, Петенька. Береги мой родной. Обязательно, мама. Обязательно. Желечки, кланяйся. Ты уж ее не обижай, мама. Пускай... Зоя Владимировна, спасибо, что пришли. Петр Николаевич, не очень много нужно вам сказать. Боже мой, нежели нельзя, что он поиск хотя бы на минутку остановился. Петр Николаевич. Ну... Ой, так хорошо. Ну, говорите, говорите скорее, Петр Николаевич. Зоя. Эх, Зоя Владимировна. Наверное... Кстати. Мы скоро увидимся. Я к вам на фронт приеду. Это зачем? Как зачем? С концертами. Ну, это совсем ни к чему. Как ни к чему? Вы же сами говорили. Я говорил, что вы здесь нужны, а там вы никому не нужны. Ну, знаете... Ну, погодите. Зоя Владимировна. А вот нужна. Зоя Владимировна. Нужна. Зоя Владимировна. Прощайте, няня Зоя. Вот и проводили. Проводили, Агафьники. Знаешь что, Зоенька? Зови уж меня просто баба Гаша. Товарищи бойцы! Сейчас перед вами выступят артисты музыкальной комедии. Что? Они заранее просят их извинить, если что у них не так гладко получится. Дело в том, что они за последние две недели дали свыше 70 концертов. А самое главное, они только что пришли из Некрасова. Это 45 километров. И вдобавок ко всему, они уже шесть суток не спали. Товарищи бойцы, место приветствия артистка Зоя Владимировна Стрельникова исполнит фронтовую песню. Кхе-кхе-кхе-кхе! Песня поет и звучит тихо, ама. Только, когда ты за рекой... Что с тобой? Да вот шесть миллионов на десять помножить никак не могу. Так ты ноль поебать. Пробовал, не получается. Ветер сной, снег сухой, Трудь тихо льцо. И жуяк лицовой, милый девицок. Девушка, помни меня, милая, помни меня, Сколько славных побед шлю я привет. Милая, помни меня, Сколько славных побед шлю я привет. Знаю я, у окна падая мать, Вспоминая меня, станет вздыкать. Ты не грусти обо мне, Ты не горюй обо мне, Возвратиться домой, Мой сын родной. Ты не грусти обо мне, Ночка темна. Скоро бой, скоро бой, Слушай, стану. Помни, отчизна моя, Помни, отчизна меня, За тебя, айгной, На бой, на бой. Помни, отчизна меня, Помни, отчизна меня, За тебя, айгной, На бой, на бой. Видал, что делается? Что скажешь? Скажу несколько слов. Вы, простите, солист? Лауреант, Сизизный конкурс исполнитель. Да? Тогда можно вас попросить, Сыграйте, пожалуйста, Сигнал боевой сбор. ogernо, Так? Очень хорошо. Теперь, пожалуйста, Ещё раз и погромче. Таналии! 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 Таналия! Таналии! 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 Няня Зоя Передайте артистке Стрельниковой приказание Хорошенько отдохнуть Она для меня Совершенно особую цену имеет Я ее с собой по всем фронтам пронес Может быть увидимся Тогда я очень долго Очень много буду с вами говорить Ну О счастье Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok